Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Давай, скипай! Или всё же хочешь поиграть на лучшем DarkRP сервере в Garry's Mod? Для этого у нас есть собственная карта, недвижимость, больше 45 профессий, машины, фракция армии и много других систем. А для более приятной игры мы даём тебе специальный промокод на донат — старт. Увидимся на сервере, новичок! РДМ. Что вам говорят эти три буквы? Первое, что пришло в голову, наверное, за него даёт очень серьёзное наказание. И да, вы правы. Второе, вы, наверное, вспомнили тот самый смешной видос, когда доимели школьника, и он то и дело кричал эту тазу. Отсюда наклёвывается мысля, что, возможно, РДМ — это плохо, и это противоречит правилам какого-либо сервера. Но знали ли вы то, что РДМ может быть как нелегальным, так и узаконенным на серваке? Так-так-так, спросите вы, ну и каким же образом ты собрался это делать так, чтобы тебя за это не наказывали? А я вам отвечу, легко и просто, но обо всём сначала и по порядку. Вернёмся к самому правилу и почитаем вообще, что это такое РДМ и с чем его едят. Обычный РДМ делится на два типа. Первый — это фрикилл, мелкое хулиганство, так скажем, 1-2 килла без особой на то причины, и обратите на это внимание, и РДМ от трёх и более человек. Ну и самое главное — РДМ также запрещен без особой на то причины. А что это значит? Это значит то, что нам нужно найти причину. И не просто найти для себя какую-то выдумать, типа на меня не так посмотрели, и я пойду дэмить весь сервак. Нет, вас сразу же за это забанят и будут правы. Проведя беззаботное время на ДРКРП, я выделил несколько основных причин, которые вы можете взять себе в обиход. Но и у некоторых из них есть нюансы, поэтому надо быть немножечко осторожнее. Проходиться по всем возможным причинам я не считаю нужным, потому что я хочу немножечко, но вы формат попробуете сделать ролик несколько короче, и поэтому возьмём одну — самооборона. Объясняю на самом простом языке. У вас что-то украли, на вас напали, ваше имущество ломают, вы можете самообороняться и делать это каким угодно образом. На моих старых роликах видно, как я это делаю, я создаю какие-либо пропы, которые легко ломаются, закрывая ими окна, или же вообще не закрываю, или же просто ставлю камеру, которую можно сломать. Ломая эти вещи, люди получали бан за нон РП и вполне себе исправно, и не понимали в чём проблема. Но в этом видео мы не будем искать никаких особо нарушений, но нон РП, фригелов, ДМ, афер РП и так далее, мне оно сегодня неинтересно. Итак, что же я всё-таки сделал? Давайте перейдём в игру и посмотрим на этот шедевр-геймплей с самообороной. Короче, мне сейчас список кинут с тем, что я могу себе из свэпов взять. Мне вот просто посмотреть, вжиться в шкуру дурачка обычного форменного на Дарк РП. Каково это? Я уже так делал. Сейчас как на Инфинити сделаю, самозащиту, если будут машину тырить мою. Да ничего мне не надо, господи, я в каче тут пережду, я тут живу. Не, ну я так нормально на полу. Он тут живёт, а я просто его пёс, ну, сама кащейка. Ну я у тебя, короче, живу, да? Ну да, я у тебя живу. Я у тебя живу, всё. Что-то у меня у одного залагало? Ну смотри, я у тебя живу, если я у тебя не живу, то всё, пи***ц, браток, понимаешь? Ой-ой, ой-ой, ой-я. Я у тебя живу, всё. Ура, качек кончился, люди наконец-таки могут воровать и убивать. О, отлично. Сейчас. О-о-о, ты так решаешь? Да. Да, ребята, это РДМ. И да, это РДМом не считается, как бы это странно не звучало. А почему? А потому что он угнал фактически мою машину. Это же РП-сервер? Правильно, РП. Так значит, по РП я могу оборонять себя и своё имущество от нежелательных гостей, грабителей, ну и так далее. И дело не в том, безобидный этот угонщик был или нет, сделал он мне что-то или нет. Он просто угнал машину, и это даёт нам полный карт-бланш на его устранение. Но есть несколько нюансов, о которых мы поговорим немного потом. А пока наслаждайтесь легальной самообороной и негодованием игроков в чате, за что их всё-таки затурили. Ха, я понял, я понял. Садитесь, давайте. А вот это что делает вообще за лупа? Сейчас на лету попробуем попасть. РДМ лютый, так ну не садись в машину. Зачем машину забираете чужую? Я не понимаю. Мне нужно, чтобы кто-нибудь пожаловался. Сейчас будем орбитальный удар, сука, вызывать на эту территорию. Где машинка моя? Нет, не моя. А, тут она походу, да? Забираем машинку. Так, а что касается НЛРа на этом серваке? Я после смерти же знаю, что у меня за имущество, да, какое. А вот такой вот у нас положняк по НЛРу на этом серваке. После РП смерти персонажа вас затулили, вы упали, ну и так далее. Вы не помните обстоятельства смерти, вашего убийцу и прошлой ситуации. А все остальное вы помните прекрасно. Под всем остальным я имею ввиду вашу работу, ваше имущество, вашу собственность. А машина или же какой-то проб является ею. Ну а в данном случае я прекрасно помню, как выглядит моя машина. И пусть даже они одинаковые все будут на серваке, я узнаю конкретно свою. И буду ее защищать до конца своих дней. Вы скажете, ну это же НЛРП, ведь ты просто посмотрел справа на ник того, кто заспавнил эту машину. Условимся на том, что я такого не говорил. И вы, пожалуйста, не говорите такого на жалобе. И тут уже первый игрок жалуется на то, что я его просто так якобы размотал. А за что ты меня убил, скажи, пожалуйста. Когда именно? Ну я сажусь в машину пустую, и у меня с Ирон Мэн от тебя пуля приходит. А, ну защита собственности. А я ее как-то портил. Нет, ты сел в машину, которая тебе не принадлежит, без разрешения владельца. Так она у тебя стоит везде. Ну, ну стоит. И дальше что? Я к тебе приду в машину, сяду твою и поеду по своим делам. Ну загни там в гора. Так я ее загнал сейчас. Сейчас. Ну да. А так я по делам катался. Только-только машину взял, кайфу от нее. Раз ее берут, угоняют. Ёжик, тут будет у него тогда нарушение. Нет. Смотри, он защищает свою шоу. Пусть, эээ, защитую. А машину, он имеет право защищать. Тут не будет нарушения. Да просто идеально. Он свою защищает машину, чтобы Руди не заходили к машине. Слушай, я к тебе приду в машину, сяду твою и поеду, тебе как понравится. Я только машину взял. Это РП процесс. Смотри, например, если в первый раз у тебя угнали машину. Ну да. Да уже не в первый раз. Ты ее не будешь охранять? В смысле, я ее охраняю. Если ее кто-то пытается забрать, я сразу орбитальный удар вызываю. Прямо по машине. Она у меня неубиваемая, как бы. Ну, в гараж отвезет. Какой гараж? Подскажи. Ну, в доме, в элитке есть гараж. Ну, пусть будут гаражи, кому в кайф. Я катаюсь по городу, раз машину кинул, походил, полетал. Пришел, опять покатался. Это ж мое дело, как машины распоряжаться. Я ее не посреди дороги бросил. Я ее всегда на парковку отгоняю. Я не видел еще, как ты катался на ней. Ну, потому что у меня то и дело, что угоняют. А я потом раз, сел, прокатился. Ну, в общем-то, раз нет нарушения, я могу дальше пойти за своей собственностью смотреть. Да у меня там на парковке в бедном районе в гетто стоит опасно. Каждый может прийти забрать ее. Я вижу, как ты просто специально ее оставляешь, чтобы люди садились. Да, слушай, нет. Я ее просто оставил. Я тут обязан сделать важную ремарочку. Ребята, никогда в жизни, если вы так попробуете сделать, не делайте именно этой провокации для того, чтобы человек попробовал что-то сделать. Типа, угнать машину, зарейдить дом. Из-за этого на жалобе вам могут задать вполне логичный вопрос. А для чего ты это пишешь? Типа, попробуйте машину угнать, дом зарейдить, ну и так далее. Самое главное, это чтобы игроки делали все сами, без вашего подначивания, повторюсь еще несколько раз. Если вы сами провоцируете людей, вам зададут логичный вопрос. Опять же, и вы будете в неудобном положении. Запомните, пожалуйста. По такой логике, ну, люди маники дома просто оставляют, чтобы менты пришли, зарейдили их. Лена, подожди. Ну, я что, не так что-то сделал? Мне кажется, жалобу стоит закрыть, если тут нету нарушений. Я нигде, ну, людям не говорил о том, что попробуйте угоните у меня машину. Я нигде не давал объявления о том, что в городе появилась неугоняемая машина. Ну, просто люди решили, что могут кататься на чужой машине. Либо, как бы, жить в чужом доме. Все, я спрошу, если войска скажет, что это тут будет нарушение, либо нет. Ну, окей, хорошо. Я закрываю зарубу. Я просто смотрю, но правила самообороны. Каждый игрок имеет на это право. Любым оружием не нарушая правила таблицы оружия. Если по нему начали стрелять или бить, но не нарушая правила сервера. Защита частной территории. Ну, частной собственности. От гейта, вот вопрос, смотри, может, пусть объяснит. Ну, пусть он объяснит. Ну, что объяснять? Я машину себе заспавнил, катаюсь иногда на ней, оставляю в городе. Люди ее угоняют, я их убиваю за это, и все. Ты заспавнил себе машину? Да. Люди садятся в нее, вообще левые люди. А где она стоит? На парковке бывает, либо вот я на поляне ее, получается, оставил там, чтобы никому не мешало. Ну, смотри, то, что у тебя пи***ят машину, это причина для убийства. Но если ты, ну, посреди тротуара, допустим, ну, достаешь оружие или типа того, крышу тоже... Не-не-не, я прям, я с воздуха, с вышки, с крыши отеля орбитальный удар вызываю, и как бы, ну, вот. Блин, ну, если ты сознаешься в том, что ты спавнишь машину ради того, чтобы сидеть на вышке и ждать, пока кто-то в нее сядет, и чтобы кельнуть, это, по-моему, на РДМ, да? Да нет, я ж не говорю то, что я специально это делаю. Я ж на ней катаюсь все-таки, я вон сейчас ее на парковку где-то отогнал. Я ж не говорю то, что у меня вот машина неугоняемая, попробуйте угоните. Давайте, всем фартуру. Ну, так ты летаешь за машиной при людях и стреляешь. Ну, люди что-то увидели нечто какое-то в небе. И это было последнее, что они в своей жизни увидели. Это сопутствующий ущерб. Но то, что у меня машину угнали, и я в погоне за машиной раздвал пару деревень каких-то, но это особо не волнует. Мне главное машину вернуть. А, ну да, ну да, да. Что мне запрещает это делать? Я защищаю машину. Знаю себя лично, так пусть не будет нарушений. Раскрытия даже нет, нет. Если он на крыше здания был, то он... Я и на крыше здания был, и я и в полете это делал. Ну, потому что машина же-то, она с колесами, она двигается. Ну да, он тут не будет нарушений. Ну, летал, и что? Ну, мне ж надо как-то двигаться в сторону машины, чтобы попасть по человеку, которого угнал, правильно? Я ж не буду со спавна стрелять условно куда-нибудь в пустыню, куда машина уехала. Мне ж надо как-то двигаться в ее сторону. Ну, хорошо, с крыши. Когда есть возможность с крыши, когда нету, тогда по воздуху. И все. Ну, тебе объяснили уже. Я... Тебе вышло объясняло. Правила самообороны соблюдаю. Тебе объяснил, что тут не будет. Какую, Крем? Я самообороняюсь, защищаю свою собственность. Легально она или нет? Никто не видел. Не-не, да даже не в этом дело. Легально самооборона или нет уже, это другой вопрос. Это надо, чтобы госы разбирались. Но госы до меня не добрались еще. Один гос даже был солидарен с тем, что я машину защищал. Верни. Все. Окей, что вернусь. Все, не садись в машину, пожалуйста, в чужую. Поехали. Блин, жалко сюда нормально не проехать. Там одни деревья имеют коллизию, другие нет. Рабочая тактика, ребят. Только, ну, не говорите, что я делаю так, что мне нужна причина. Нет, вас за это сразу забанят. А ну, сейчас можно машиной по-другому забайтить. Не обязательно ее всегда защищать. Можно сделать так, чтобы ее у меня угнали. Едет Лада не спеша, а в салоне кореша. Поехали. Можешь слезть? Она имеет привычку взорваться сама по себе. Ну, сейчас, пусть поездит, пусть поездит. Сейчас, 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 подожди. Что здесь происходит? Мент ва... Ой, вообще, что произошло? Ну, вот что будет, если газ на машину ставить? На жалобе спросят, скажешь, что газовую установку неправильную установку. Не надо, вылези из машины моей. Не надо, вылези. Я просил. Я ему два раза сказал, не надо, не трогай машину. Не надо в нее садиться. Вот. Думает, думает. Надо ли оно ему или нет? Плохо подумал. Чуть не забыл вам сказать, касаемо самообороны на этом серваке, есть такое правило. Если какое-либо преступление, а вот то, что у вас угнали машину, это считается преступлением, происходит непосредственной близости рядом с полицией, или же у вас есть возможность вызвать полицию, чтобы она разобралась, вы обязаны в первую очередь сделать это. И только при этом условии, если полиция не вмешалась, как-то проигнорила ваш вызов, или же вообще не смогла поймать преступника, вы можете вмешаться. Самое главное то, что это РП-процесс, и вам нужно давить на это, на жалобе, которую на вас подадут. Потому что это по факту и есть РП-процесс, но этого будет мало. Админ будет думать то, что вы специально РДМите. Другие составляющие этой РПшки будут особенно важными на какой-либо жалобе. Запомните то, что вы и угонщик не находитесь одни на этом серваке, помимо вас есть другие люди. А поскольку угон чужой машины это криминал, и если он занимался этим при других людях, то это раскрытие криминальной деятельности. Ну или если полиция заметила это преступление и попыталась что-то сделать, и у нее вдруг вышло вытащить этого преступника, наказать его, то вы ему больше ничего не сможете сделать. Пора бы его отпустить и перейти к поискам другой жертвы. Менты там уже работают по угону, да? Нет, там менты есть, пусть разбираются. По правилам мне сначала надо дождаться или же попросить ментов что-то сделать, но если они ничего не делают или ничего не сделали, тогда уже ладно. Не садись, не надо, пожалуйста. Сука, ну сказали же. Придется ей пшать всю амбреллу из одной тачки. Слушай, это моя машина, можешь слезть? О, заболели его. Прикол. Видимо, что-то она нарушала. Здорово, за что меня шутнул Сарен, наверное. Машину угнал мою. Нет, не твоя машина. В смысле? В карамесле ты умер, я забрал машину, ты вернулся на то же место и убил меня, Сарен. Наверное, у тебя не было идти причины, особенности в общественном месте при свидетелях. Чего? Это моя машина. И что? Тебе не... Это не оси причина убивать человека. Вообще-то причина, защита собственности. Нет. Машина заспавлена, я уверен, не тобой. И ты ее себе признал, так можно любого так килять, который рядом с машиной будет стоять. По причине защиты собственности. Нет, это моя машина. Я ее заспавнил. Нет, это моя машина, я так же могу сказать. Я ее забрал, это моя машина. Ну хорошо, я ее заспавнил. То, что я забрал у тебя машину, это не оси причины меня килять, чувак. Ты берешь, просто гонишься за мной за Айронменом, шотаешь при всех, и потом не забираешь эту машину. Нет, почему? Забираю как раз таки. Ну ладно, это не отменяет суть. Это моя машина. Ну да, это моя машина. Если есть госа рядом, я ничего не делаю. Я наблюдаю за тем, как госы как-то пытаются вытащить человека из машины. Да, забираю. Вау! Вот это малышка! Можно ее потрогать? Да, да, потрогай. Можешь патроны взять? Можно патроны... Можно патроны... Что он делает? Господи, как приятно! О! Извините, что отвлекаю, но это моя машина. Это моя машина, здравствуйте. Ой, извините, сейчас выйдем. Дайте покататься. Не стоит. О пару кружков буквально, и я оставляю ее на парковке возле ТЦ. Хорошо. Я понаблюдаю за ним. Но пока он катался, видимо, кто-то тачку перехватил, и сидел в ней уже другой человек. И чтобы самому не эрдеймить лишний раз, я дал это дело полиции, которая как нельзя кстати оказалась неподалеку. Выйди с моей машины. Это твоя машина? Да, моя машина. Да. Нет, это моя машина, выйди. Это моя машина, а ты что? Твою что нахуй раз, вышел. Это моя машина. Так, стойте, стойте, это ваша машина? Да, это моя машина, я за ней гнался. Все, хорошо. Все, хорошо. Под водой? Может, я кто-то выкинул? Ого. Ого. Миллионы лет овуляции только ради того, чтобы ребята с ДРКРП отрастили себе жабры и базарили под водой. На этом не задерживаемся, в бикини-ботом все стабильно. А полиция по правилам этого сервака обязана сначала отдать хотя бы какой-либо приказ. И если я не буду подчиняться, то она имеет право использовать шокер. А просто так молча подойти и тазернуть, это будет нарушением. А за что? Что такое? Ты молча меня ебнул тазером. Нормально все с тобой? Совсем глупый. По-хорошему, он должен был сначала искать мне, ну, лицом к стене, там, задержите дыхание, что-то, ну, в таком духе, блядь. Ну, не просто херачить тазером. На этом серваке так не принято. Походу, мент что-то делает. Еще один. О, попал по нужному челу. Еще один. Еще один отлетел. Там, типа... Ой, здрасте, это моя машина, можете убивать, если закосы. Да иди нафиг, да. Ну, хорошо, это твои последние слова, ты понимаешь, это кусок дерьма и пухла. Привет, брат, кон. Ребят, я извиняюсь, просто человек машину угнал мою. Спасибо за внимание. ЖБ подал. Его попросили выйти, но че он удивляется? Он еще меня и послал в итоге, понимаете? Ну и напоследок жалоба по поводу случайного кила во время того, как я защищал машину. Когда такие ситуации происходят, достаточно часто возле машины собираются толпы других людей. Там 4, 3, 5 человек абсолютно спокойно могут собраться возле машины, и ты каждого просто-напросто, ну, не разгонишь от машины, ты их не можешь предупредить о том, что ты сейчас будешь делать. И такое бывает, когда ты атакуешь угонщика, вместе с ним на спавну летают еще несколько человек. Это, по правилам, не считается РДМом также, поскольку это случайные киллы, которые ты не намерен был сделать. На тебя жалоба за один-четыре. Ты зачем по людям с РМН стреляешь? У меня машину воруют, это единственная сейчас ситуация. Я ее защищаю. А по мне ты зачем попал, если я твою машину не воровал? Ты просто шел, ты по мне с РМН прилетела. Ну, я ж не специально. Я целился-то не в тебя, знаешь. А перестрелки не было? Ну, я говорю тоже, я не в тебя целился, мат. Я целился не в тебя, но, видишь, задело. Там урон по области у него большой. Ну, таки, что дальше? Ну, так это шальная пуля в любом случае будет. Шальная пуля не только при перестрелке работает. Нет, шальная пуля работает только при перестрелке. Так она это не может быть шальной. Нет, она не только при перестрелке. Вот, оп. Скажи, человеку, что шальная пуля не только при перестрелке работает. Случайно убийство. Да, скажи мне, может, я что-то не знаю. В РП ситуации. Просто так в меня прилетело, это шальная будет, да? Ну, да. В тебя ж никто намеренно не пытался. Просто задели. прицелиться и попасть. Если ты машину не воровал. Ну я откуда знаю. Специально, не специально. Я просто шел, у меня прилетело. Ну я же тебе объясняю, что я не специально по тебе стрелью. Ты, может, попал просто в радиус, как вот этого луча. Да, возможно, стоишь прям больной. Ну окей, тогда закрывай. Хорошо. Буду знать. Я об этом не знал. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Эрик, Иван Ворон, Влад Шулик, Квадро Эспада Кирилл, Сан Франчиско Афорбис, Зейн Мэйн Титан Пропан, Клоунака Юрец, Золотой, Джамбо Факап, НН Саня Санчо, Хорни Девил Аутсайд, Фимос Клаб Спарки, Бебра Саунд Форго, Гамбургер, Латук Исаак 322 Илья, Патрон 1, Никто Джордан Сакс, Егор И Мадна Слоа Аутсайд, Фонсайд Да, Аутсайд Аутсайд